итак друзья всем привет с вами разработчики сайта servodroid.ru мельников сегодня мы рассмотрим с вами интересный набор конструктор лего большей части конечно наш сайт специализируется на робототехнике для начинающих своими руками то есть когда вы собираете робота который мы предлагаем своими руками паяете клеить и так далее то в данном случае мы рассмотрим леговский набор посмотрим что из себя представляет вот такая стандартная коробочка для домашнего использования можно сказать полный набор и попробуем в дальнейшем от собрать что-то от проекта до реальной вещи также мы с вами будем делать 3d объекты нашего будущего робота собирать его сначала в программе компас 3d то есть мы будем с вами проектировать все его узлы балки втулки колеса шестеренки датчики сенсоры компьютеры и так далее а позже уже будем собирать саму со самого устройства из собственно конструктора изучать компас 3d мы будем с вами параллельно для того чтобы в последующем ваших проектах на лего мы смогли иметь представление о том как сделать 3d деталь для того чтобы напечатать ее последующим 3d итак давайте перейдем к самому набору и посмотрим что он из себя представляет данная версия это у нас набор лего линс тормс версия его 3 очень такая внушительная коробочка очень удобная для детей ну собственно наверху мы можем увидеть красивую картинку с небольшим описанием содержания данного набора четыре вида роботов которые можно собрать из него вообще в студии которая предлагается установить вместе с данным программным данным набором программное обеспечение точнее там предлагает 5 видов роботов здесь допустим представлен кран в студии есть еще и робот змея но мы пока будем придерживаться нашей версии нашей коробочки и так под нашей красивой этикеткой мы можем увидеть специальные контейнеры это сортировочный контейнер в который вы будете складывать все свои необходимые детали контроллеры батарейки балки специальные ваши все механизмы шестеренки и все что с этим связанным провода зарядную батарейки все 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 здесь должно на обратной стороне данного листа мы можем наблюдать содержимое этой коробки то есть те виды крепежей деталей которые которыми мы можем вас пользоваться что здесь интересного 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 но здесь есть различные крепежные втулки с разными исполнениями втулки не втулки в общем я буду так цвета как видите разные от серого до разноцветных желтых зеленых красных также вот из интересного я думаю здесь всем нравится это шестеренки колеса и различные ролики также здесь мы можем увидеть опорную опорное колесо волокушу которая можно использовать наших конструкциях на рисунке как видите разбитым также на секции и мы можем заполнить эти секции как показано на рисунке то есть каждая секция соответствует рисунку но это чисто ваше жопание желание как хотите так и и сделайте под нашей крышечкой сам набор он запакован у нас пакетики рассмотрим быстренько что он себя представляет первое мне в руку попалась это разъемы наши rj 12 если не ошибаюсь они соединяют исполнительные механизмы с нашим компьютером сюда подключается датчики контроллер сервомоторы сенсоры и все что с этим связано куча точек различные наборы всякой всякой что у нас здесь у нас теленки те же втулки в общем здесь у нас сборная солянка колеса колеса достаточно мягкие то есть если собирать робота сумоиста в принципе если его подгрузить под 500 грамм его будет тяжеловато сдвинуть но лучше использовать тогда четыре пары но цепляется цепляется очень хорошо приятный на ощупь две пары всего две пары так как у нас будет два двигателя аккумуляторная батарея точнее аккумуляторный отсек здесь у нас имеется индикаторы два индикатора зарядки и состояния батареи а также разъем для зарядки зарядного устройства зарядное устройство в комплекте с набором не идет поэтому при в будущем при его покупке при покупке вашего набора лего всегда покупайте зарядное устройство и вообще советую в робототехнике использовать только аккумуляторные батареи так как они самые самые не знаю как вам сказать самые экономичные то есть если вы будете использовать обычные пальчиковые батарейки как вот у нас в этом роботе на полтора вольта то до напряжения больше но вы теряете в деньгах очень много двигатель это у нас основной двигатель в данном комплекте этих двигателей всего две штуки вообще сколько я помню во всех этих базовых наборах идут по 2 на 2 двигателя что из себя представляет достаточно угловатый по сравнению с лего nxt то есть более такой суровый матерый двигатель корпус аккуратненький никаких люфтов ничего нет ничего не шатается все хорошо выполнены сборка очень качественно крутится крутится вообще насколько я помню не хорошо их крутить так как у нас бывает вырабатывается электричество моторами но это раньше было нельзя крутить сейчас уже в принципе там и защита должна быть в общем по барабану можно крутить присутствует специальный разъем под наши подключить под наши кабели каждый кабель подключается одним концом в исполнительное устройство например двигатель вторым концом в наш компьютер из контроля эти двигатели у нас основные как я уже говорил потому что есть еще несколько видов двигателей есть специальный двигатель малый это два средних двигателя и есть еще большой двигатель они в наборы большой двигатель в набор не включается но вот здесь присутствует у нас средний двигатель ах да забыл сказать в двигателях лего nxt лего минс тормс встроенные датчики энкодеров они замеряют с точностью в один градус то есть мы можем отсчитать сколько робот проехал или можем задать ему дистанцию на которой нужно нужно проехать например когда вы используете пользуйтесь на соревнованиях робот когда едет по лабиринту можно разрабатывать такой алгоритм чтобы знать сколько робот проехал где он повернул насколько он повернул градусов и так далее в этом двигателе также есть энкодер и он мы можем задавать скорость вращения нашего двигателя также мы можем задавать ему на какой градус повернуться и собственно отслеживать с какой скоростью и сколько мы прокрутили это двигатель малый то есть малой мощности если вот эти два двигателя это средней мощности это малой мощности он более точный но он более слабый так датчик здесь у нас ультразвуковой сонар вообще в инструкциях если посмотреть то там на картинках мы можем увидеть не ультразвуковой сонар а именно датчик инфракрасный то есть он немножко по-другому выглядит возможно и здесь он встроен но я сомневаюсь что здесь встроен про красный датчик это у нас ультразвуковой сонар должен мерить дистанцию по моему максимум пять метров внутри метра точно должен захватить также на нем присутствует разъем и звучатель и приемник так дальше пакетики пакетиках у нас как и в предыдущих различная солянка различные втулки есть такие вот колесики резиновые это скорее всего для каких-то роликов например для конвейера чтобы он мог захватывать что-нибудь скользко куча непонятных черных пучек не знаю пока они для чего не нужны но судя по всему это какое-то подвижное подвижное подвижная часть подвижный узел балки балки различные то есть с разным профилем загнутые загнутые галочкой еще как-то прямые шестеренки звездочки шестеренки колеса дальше у нас здесь еще один большой пакет и датчики я вижу в нем дать этот датчик это датчик у нас касание то есть датчик нажатия а он цифровой и может работать в трех режимах то есть нажатие нажатие отжатия и щелчок щелчок это когда вот мы вот так по нему щелкаем то есть нажатие и отжатие нажатие просто нажали зафиксировали отжатие просто отжали вообще разработчики могли бы сделать его аналоговым и мы бы тогда могли с вами знать насколько сильно мы нажимаем на этот датчик например в каком-то проекты это бы очень бы понадобилось допустим когда мы подкладываем пачку купюр мы бы знали какая толщина ну или все что угодно дальше здесь на 2 датчик касания шарик шарик это тот шарик от волокушек о которой я говорил опорное колесо инфракрасный датчик инфракрасный датчик это тоже трех так как вам сказать это датчик используется в трех вариантов первый вариант это датчик освещения то есть он замеряет освещение наше внешнее второй вариант это датчик отражения так там называют вообще просто датчик препятствия можно назвать его и третий вариант это датчик света насколько я помню он может замерять до семи различных цветов отличать точнее зеленый красный коричневый и так далее то есть универсальный датчик так мы захотим так и вы будем использовать и еще один еще один датчик этот датчик называется гироскоп да то есть мы можем замерять наше положение так провода usb кабель для того чтобы подключать наш блок компьютера к самому собственно компьютеру и программировать еще одни втулки еще несколько наборов и еще участили с этим разобрались смотрим дальше в этой коробочке у нас зарядное устройство для аккумуляторного отсека про которые он говорил она покупается отдельно принципе ничего особенного обычная зарядка как у вас от телефона только с штекером дальше ну и собственно самая интересная и самая важная часть это наш контроль контроль коробочка с контролем довольно таки тяжелая кроме чтобы не хочу и портить вот он наш контроллер не хочет он улазить версия ev3 по сравнению с lego nxt опять же угловатый такой дизайн то есть суровый можно сказать что из себя представляет этот контроллер значит эта коробочка на базе которой встроен компьютер компьютер там встроенный linux компьютер в общем если говорить грубо говоря то это такой же ноутбук или обычный компьютер как у вас дом только умещенный в маленькую коробочку и имеющий специальные разъемы для подключения год подключенный уже экран и пульт кнопки управления и так рассмотрим что здесь есть как я уже сказал раньше мы здесь ведь экран на котором отображается информация 5 6 кнопок кнопка вверх вниз влево вправо кнопка ok кнопка также включение кнопка назад надписи стандартная здесь сбоку мы можем увидеть разъемы это порты 1 2 3 4 данные порты используются для подключения датчиков и сенсоров с помощью наших кабелей мы можем подключать 4 датчика любых сенсоров контроллер в программе должен сам определить что вы подключили на какой порт и в принципе это удобно когда в программе нам она автоматически знает в какой порт вы подключили с другой стороны противоположное мы можем наблюдать еще четыре порта под буквами д си б и эй еще четыре порта в них мы также втыкаем разъемы эти порты необходимы для двигателей по умолчанию вообще по умолчанию эти порты определены как d насколько я помню это средний двигатели порт c это вообще пустой порт то есть незадействованные b это средней мощности и а средней мощности также мы здесь видим разъем mini usb с надписью pk то есть через него мы подключаемся компьютер с другой стороны с другой стороны мы видим отверстие для того чтобы мы к этому модулю могли под под прикрепить различные детали и узлы динамик то есть модуль может озвучивать какие-то действия проигрывать мелодии музыку желательно это место не закрывать чем-то плоским потому что это скажется на качестве звука с другой стороны противоположной также отверстие для крепежа и два порта два разъема первый разъем usb и сиди для подключения флешек sd usb порт используется для того чтобы мы могли к этому модулю подключать какие-то дополнительные устройства например wi-fi адаптер bluetooth адаптер либо подключать по этому порту через usb кабель еще несколько контроллеров то есть мы можем собрать спарку то есть один контроллер другой второй контроллер третий четвертый по моему максимум мы можем четыре контроллера подключить и мы можем ставить сюда нашу карту памяти максимальный объем который 32 гигабайта вот что еще с нижней стороны у нас отсек для батареек здесь также есть крепежные узлы куда мы можем вставлять наши механизмы по умолчанию у нас здесь предлагаются обычные пальчиковые батарейки полтора вольтовые но как я и говорил сюда лучше вставлять наш аккумуляторный блок вам будет удобнее и батарейки использовать лучше для экстренных вариантов когда блок основной сел и вам нужно срочно запустить робота и у вас нету времени ну в общем форс-мажор с модулем разобрались дальше в этой же коробочке у нас присутствуют инструкции вот такой вот такая книжечка листов много она в основном из картинок в ней показано как собирать стандартные конструкции цветной кубик для сортировки и различные варианты робот также показывается как собирать батарейки ну в общем все что вам понадобится для дальнейшей работы с этим нагубом и хитрости различных сборок механизмов и узлов все в картинках очень понятно для детей и для взрослых никаких сложностей у вас это вызвать не должно все достаточно понятно красочно а также если вдруг что-то будет непонятно мы всегда сможем в интернете найти нужную нам инструкцию итак друзья на этом все следующем видеоролике мы с вами попробуем установить программное обеспечение и собрать уже первую конструкцию попробуем поморгать лампочкой поездовать какие-то звуковые сигналы посчитывать показания с наших датчиков подвигать активными узлами моторами поездить ну и собственно посмотреть как это все дело делается связывается компьютер и наш контроллер и да в контроллере встроенная программа то есть мы даже можем его запрограммировать не используя внешний компьютер то есть в нем уже встроен компилятор и мы можем с помощью наших механизмов составить программу из блоков задать каждые параметры и собственно скомпилировать и запустить робота итак на этом все спасибо за внимание за мне и так и так на этом все спасибо за внимание с вами был разработчик сайта servodroid.ru мельников серии всем пока субтитры создавал DimaTorzok